Дорогие друзья, сегодня давайте поговорим о прикорме, но не о простом прикорме, а о педагогическом. Ксения специалист по этому явлению. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Когда вообще это возникло, идея с педагогическим прикормом? Сколько ему лет? Потому что когда я был студентом мединститута, никто про него слыхом не слыхал? Все правильно, потому что научных обоснований педприкорма на самом деле нет. Он возник где-то в 2000 году и предложила его Жанна Владимировна Цареградская. Это Москва, перинатальный психолог и консультант по грудному вскармливанию. То есть ему буквально 20. Ну, на самом деле, я вам скажу честно, что имя Жанны Владимировны Цареградской на отечественных педиатров действует, ну, как красная тряпка на БК. По большому счету, я разделяю эту позицию, я вам сразу скажу. Потому что мне кажется, что там есть огромное количество перегибов. Так вот, расскажите, в чем же суть педагогического прикорма, не касаясь конкретных личностей, да? То есть это наша идея, славянская, скажем так, да? Цареградская говорит о том, что она возникла действительно в славянской территории, скажем так. И предполагал, что когда в семье было там 10-12 детей, у мамы не было возможности отдельно приготовить какую-то пищу. Поэтому мама прикармливала ребенка той едой, которая была предназначена для всей семьи. Там есть свои плюсы в этом педприкорме, да, но и есть свои минусы. Потому что если мы будем говорить о 200-300-500 лет назад, да, там не было разнообразия пищевого на столе, да? Все было очень скромно, и мясо было не каждый день, скажем так, да? И как бы подразумевалось, что ребенок с 6 месяцев, у него все-таки основной едой остается грудное молоко. Да, и прикорм занимает совсем небольшой объем среди рациона питания ребенка. И поэтому, собственно говоря, ему не нужно отдельно что-то выделять, какие-то большие порции. То есть ребенок берется за стол вместе с мамой, мама кушает. Если ребенок втянется в сторону тарелки мамы, то мама ему позволяет съесть там какой-то небольшой фрагмент. Вот я вижу первый риск. Я как врач вижу первый риск. Ребенок понимает, что тянуться ко взрослой тарелке можно, правда, да, в этом же. Как мы можем быть уверены в том, что он не полезет в тарелку к папе, где горячо? Это же элемент риска. Смотрите, там предполагается, что ребенок сидит на коленях у матери, и она этот момент очень четко отслеживает, куда потянется ребенок. То есть получается, извините, тогда я перебью, тогда получается все-таки, что когда ребенок тянется, это иллюзия того, что он делает это самостоятельно. На самом деле при безопасном педагогическом прикорме мама должна управлять этим процессом. Совершенно верно. Что-то подсовывать, да? То есть это мы не бросили ребенка на произвол судьбы, не посадили его за стол, и он лазит вот куда хочет. Да, нет, нет, там определенная даже поза существует. Вы понимаете, Ксения, вот что меня всегда напрягает в подобных теориях? Когда медицина дает какие-то конкретные рекомендации, то медицина всегда вводит четкие заборы. Она говорит, что нельзя. Вот можно лекарство, называется парацетамол, но доза вот такая и максимум три раза в день. Приходит специалист, вы, например, или не вы, кто угодно, и говорит, я считаю, что педагогический прикорм – это классно. Согласен. Что такое педагогический прикорм? Мы спрашиваем, это когда ребенок лезет ко взрослому в тарелку, произносит специалист, и куча народа при этих слов встает, уходит от телевизоров и говорит, мы только что смотрели Комаровского. Там был специалист по прикорму, сказали, надо, чтобы ребенок лазил во взрослые тарелки. Давайте же скажем тогда, оказывается, что это не так просто. Не просто вы оставили ребенка и сказали, лезь, тебе не в рот все, что хочешь. Это прикорм педагогический, значит, должен быть педагог и педагогика, основы педагогики в прикорме. Совершенно верно. Что мне хочется добавить, что той теории Рожановской я не приверживаюсь. Спасибо, моя дорогая. Спасибо, уже рад, уже приятно. Потому что я вот началась с того, что это не имеет научного доказательства, не имеет исследований, по которым подтвердили бы, что да, это безопасно. Потому что мы с вами знаем, что в каждой семье сейчас совершенно по-разному питаются взрослые люди. Кто-то кушает мивину и бутерброды, кто-то кушает суши и пиццу, кто-то вегетарианскую позицию занимает. И мы не можем позволить ребенку кушать то, что кушает семья. Поэтому, когда мы говорим о педприкорме, да, это должны быть определенные продукты питания, которые предлагает наш Минздрав. То есть, которые врачи, по крайней мере, одобряют. Совершенно верно. И вот эти вот три основных группы продуктов, да, мясо, каши и овощи, они должны первыми прийти в этот педприкорм. То есть из педприкорма надо взять все хорошее, имеется в виду воспитательный момент, педагогический момент, обучающий момент. Я бы не брала в чистом виде педприкорм. В нем есть хорошие позитивные моменты. Вот их надо брать. А есть негативные. Вот позитивные что? Мама ест вместе с ребенком, и это очень важно для малыша, наблюдать, как ест взрослый человек. Ведь у него очень сильно развит инстинкт подражания, да, он обучается через подражание. Мы все время об этом говорим и призываем. Вот. Тут мы с вами сошлись одному. Поэтому, если мама сидит, кушает кашу, сваренную, ну, такого же типа, как для ребенка, да, и ребенок тянется в сторону маминой тарелки, вот тут она может ему отделить кусочек и угостить его. Но вот в педприкорме это руками делается, я не согласна с этим. Давайте будем учиться ложками есть. Нам в конце концов нужно будет освоить эту ложку. То есть копирует, да? Совершенно верно. Поэтому мама ест ложкой. Ребенок сидит хорошо на противопорожной от руки стороне. Если ребенок потянулся в сторону тарелки, мама старается сделать так, чтобы он туда не попал рукой, потому что измазываться это тоже не совсем то, чему мы должны научить ребенка во время прикорма. Значит, мы этот жест, тянется ребенок в тарелку, интерпретируем как ему интересно. Берем чайную ложку, на краешек ложки набираем и вкладываем ребенку в рот. Вот таким образом должен строиться прикорм. Скажите, мне вот этот элемент не очень нравится, я честно скажу. Мне не очень нравится элемент сидеть у мамы на руках. Вот если честно. Я бы, конечно, усадил его рядом с собой на стульчик и пусть копирует. Он не является, с вашей точки зрения, однозначно обязательным. Мне вот мама очень волнует в данной ситуации. Геология материнского подвига не устраивает категорически, понимаете? Вот я хочу, чтобы она усадила его в столик и могла встать. Или там вот она сидит рядом с ним, да? Ему что-то нравится, он тянется, она ему может подсунуть что-то. Чтобы он видел маму, видел папу, видел, как они едят. И мог копировать их поведение. Вот это и будет эта педагогика. То есть мы реализуем инстинкт, заложенный в детей, копировать поведение взрослых. Педагогика может быть не только в том, чтобы засунуть еду в рот, с моей точки зрения. Педагогика – это чтобы он участвовал в семейном ужине, может быть. Когда вот папа, вот мама, вот старший брат. Как вы к этому относитесь? Вот вам такая позиция близка? Мне кажется, во-первых, каждая семья выбирает для себя тот стиль, который подходит конкретно им. Вот вы говорите про подвиг. Для кого-то этот подвиг нужен, для какой-то мамы. И она будет сидеть с ребенком на руках. Идеология родительского мазохизма, она есть у многих, я согласен. Но не хуже будет, если мы с вами будем это поддерживать. Нам хочется отогнать их от материнства, заставить ее взять ребенка и пойти гулять. Или просто пойти подышать. Ну вот что-то сделать для себя. Она-то не понимает, вот эта вот мазохистка, она же не понимает, что здоровая, сытая, добрая, улыбающаяся мама нужна ему больше, чем все прикормы вместе взятые. Ну вот мое мнение, когда ребенок сидит у мамы на руках, она очень хорошо чувствует даже на телесном уровне, надо ему этот прикорм или не надо. И ребенок более активен в этой ситуации. Извините, Ксения, я обращусь сейчас ко всем нашим зрителям. Ребята, я хочу, чтобы вы понимали, что вокруг наших детей, вот все мы специалисты. Понимаете, да? Все. Есть вопросы медицинского характера, когда речь идет о жизни и здоровье, да? И тогда медицинская наука дает совершенно конкретные рекомендации. Но есть ситуации, где каждая семья имеет свой опыт, да? Вот Ксения – это человек, который обобщает опыт в том, где медицинских аспектов мало. Ну просто мама балдеет от того, что ее ребенок ест именно вот так, а не как другие. Вам так хорошо. Чего я как врач должен вам это запрещать, да? Для меня важно в любом процессе, который там Ксения рекомендует или пропагандирует, выловить опасные элементы. И сказать, ребята, вот этого нельзя. Вот я не хочу, чтобы он экспериментировал с кусочками копченой колбасы. Не хочу категорически, да? Я хочу, чтобы каждая из вас, приступая к любому прикорму, не только к педагогическому, изучила, что такое прием Геймлиха. И посмотрела школу доктора Комаровского, неотложная помощь, попадание инородного тела в дыхательные пути. И знали, как ребенку помочь. Это может быть и при педагогическом прикорме, и при любом другом, но вы обязаны это знать. Поэтому мы здесь, когда мы спорим, мы не враги. Мы просто по-разному смотрим на эти вещи. Просто у нас пол даже разный, как вы могли заметить. Ну, я уверен, у наших зрителей есть еще вопросы по поводу прикорма педагогического. Или вам и так уже все понятно? Здравствуйте. У меня возник такой вопрос. Получается, суть педагогического прикорма, чтобы мама не готовила отдельно для ребенка. А мама садит ребенка с собой кушать. То есть она должна кушать ту еду, которая будет полезна ребенку. Я не говорю, что там отказываться. Ну, там понятно, что картошка жареная, никто его кормить не будет. Но ребенок-то кушает пюрешечки, мяско, кусочки. Вот 6 месяцев, это же еще рановато давать. И мама кушает точно так. То есть мама все равно для себя готовит отдельно то, что будет кушать ребенок. Получается, это практически тот же медицинский прикорм, только чуть-чуть в другой форме. Почему? Мы можем сварить кабачок. Вот начинаем, например, мы с кабачка, с овоща. Мы сварили кабачок для мамы и для ребенка. Для ребенка мы не солим и никаких специй не добавляем. Мы отделили какой-то кусок для ребенка, размяли его вилкой, да, или там через блендер прокрутили. Ну, так, чтобы хотя бы немножечко фрагменты оставались, кусочки, да, чтобы челюсти наши все-таки учились жевать. И мама тот же самый кабачок может себе уже досолить, там еще что-то в него добавить и сидеть его есть. То есть это будет кусок мамин и кусок ребенка. А ему интересно к кусочкам тянуться, а не к пюрешке. А пюрешку будет плевать. Мама, сделайте себе пюрешку, пожалуйста, пока ему нельзя кусочек. Так это же получается тот же самый медицинский прикорм. Дело в том, что я вот в середине передачи мы говорили о том, что я не за педприкорм. Я за положительные нюансы педприкорма. Заметьте, братцы, оказывается, мы вообще на одной стороне этого. Я всю жизнь считал, лично мое мнение, то есть, ребята, что педрический прикорм это как бы в том виде, в котором он возник в литературе. У нас же куча страниц интернет-форума, обсуждения темы педрического прикорма. Они там соревнуются, кто больше кусочков колбасы съел, понимаете? То есть, по мне, так, педрический прикорм это способ развлечения родителей. Поэтому наша задача загнать его в цивилизованное русло и сделать безопасно. Ну, уже загнали. Поэтому давайте поблагодарим Ксению и пообещаем, что она встретится с нами еще раз. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе.